На Чыны, на СК, это уши в шляхта. Это Пашкевич, Анта Апанович, это вот шляхецкие, да? Цитрошку сойдем с дороги. А это за вами? Мне была девочка на гар, я была мужичка. Али вон в трохе считался, что... А как его фамилия вашего человека? Кожановский. Уже 30 год его нема. Я сама живу. А вы не против были за него пойти, что он такой фанаберистый шляхтюк? А я внимания не обращала туда, что девку, и там нам шляхта, швахта, нам то самое было. А его батьки не были супрать? Батьки такие, я вам скажу, что фамилия Кожановская, но он не дезмарлина, с колку, да с бедной семьи, да и сам прямый пришел, вот таке было. А, так он до вас пришел прямый? Ну, считаю, его батько. А, батька. А говорили на них, что они поляки? Да, я уже, считаю, мы поженилися, да уже ж хату робили, усами кирпичную зробили. А в каком вы годе женились? Да, Воззекевич был у нас председатель, довольно меня любил, я ж трохи ездила торговать, на весну, сюда и туда. А ему же это не нравилось. А чого? Да не даст ее поскупливости, да все возили с деку лады, и цемент, какие-то доставляли еще на свете. А чем вы гандлявали на весну? Чего? А чем вы гандлявали на весну? Семена-то колеса торговали все. А семена чего? В Шибире ездили, и на Алтае была, и в Казахстане была, где гор была. А семена чего? Кветок цей такой? И кветки, и радиски, и морковки, и бурачки, все под рад. Ага, слушайте, и это были вы тут сажали, ваши семена были? Ну, это, у меня, я бы трохи в уши мне подошла. Семена вы робили, вы заготавливали семена? Большинство мы, а то, что, а что подкупим, як не хватало? Да, ездили на Украину по семена. А вы одна, эти некими компаниями? Конечно, не одна, сразу его сестра у меня забрала, потом уже я свою, своей сестрою. Да, вот так, а за ее домом там человек пять стоит, а мы снова добавляемся. А это больше вот женщины ездили, эти мужчины на весну? Да, и мужчины ездили, и эти женщины. А эти мужчины, они до Витгородка, то они все, мужчины и женщины, с семьями выезжали. Из Ромля брали людей, чтобы хату пилнували, чистые, а сами с семьями выезжали. То вот такая жидка была. Тут уж в колхозе ничего не платили. И сразу у нас в колхозе тут рубля никто не бачил, только, бо его не было. Только это, считайте, зерна, яку родят, да уже этих килограммов не что дадут, да счищу, да картошки якое, да. Ну сотки же там пахали, конечно. А скажите, а вот про вашего хозяина, не говорили, что он поляк? Не, какие там поляки были. Поляки были, что до войны пока не утикали отчуля. Он намогли захищать памятник стоить, панцевича матер, панцевич фамилия была. Я видел, а то есть памятник. Ага, ах, ну. А это что, пан был некий, а кто? Пан, а я уже. Ну как был пан? У него были и разумнейшие, мол, люди, и что? Да уже ж занимались этими, то клубниками, то шчэчим да торгували. А где гэны панцевич жил? Да наймали людей, кэштай гэтих, у кого не было шо робиц. Да люди обрабатывали их, а вон и торговали. А где он жил, панцевич? Панцевич, не дзи, жил, я вам скажу туда, не дзи. Як доволей миш на той горе. Ну, гэты вёсцы? Чыг нэдзи далё, за вёской нэдзи. Ну, далекого, далековато было. Ну, самим Рамлите на хуторе. Тут ашы ядна хата, дзиректор жил у школы, тоже была пана некого, а я ж их учёх не знаю, я ж не помню. Я в сороковом родзілася, уже того панства ніякого не было. Ага. Шо я сображала шчэ? Ага. Ни всё равно было. Али я таки ошо, си паник, вони трохи угодзять пану, да пан уже фамилию свою давал эту месту польскую, а вони уже ж петушилися, уже ж поляки, дабы такие. Ага. Слушай, а у вас некий там будынок? До шляхта. Сто с Гольшан, то с чих, то уже тут церковь зробили эту баптистку. Угу. Да. А дальше школа була гэта, шитай наши училися уже, шлях поляки въехали. Так а польская школа это до войны аще? Да, до войны. Ага. Эта школа уже. Там они шо готовясь эти продукты этим колхозникам шо розвозят на поле да кругом. Угу. Девчата. Спасибо.